Водитель двухколесного транспортного средства хотел решить все полюбовно. Не получилось. Два транспортных средства, Suzuki Scuda и Yamaha FGR, двигаются в одном направлении со стороны Снеговой в сторону Василковой. Но в какой-то момент их пути пересекаются. Как так произошло, мы спросили у непосредственного участника ДТП, водителя мотоцикла Yamaha. Если водитель не смотрит в зеркала, так обычно и заканчивается. И он в этом сразу признался, что я тебя не видел в зеркало. Человек идет в своем ряду, я иду слева от него. Идем мы прямо. В этот момент он поворачивает налево в сторону Василкового моста. Причем гораздо раньше, чем должен быть разворот налево, судя по островку безопасности. Ну и вот этот удар был еще за треугольником. Это мы вместе с ним уже ехали рядом. Пока у него колеса были выключены, в какой момент мы разошлись? Вот как-то вот где-то вот тут только колеса вывернул. Я поэтому тут и остановился. Если бы он их не вывернул, я бы с ним бы ехал и дальше. Рассчитаться на месте водитель Сузуки Скуда не захотел. Точнее, ему не понравилась сумма, которая обозначила ему рулевой мотоцикл. А это примерно 50 тысяч рублей. Мужчина только купил свой автомобиль, рассчитывал привести его в порядок и лишних денег у него нет. У водителя Сузуки Скуда отсутствует страховка. Однако, по закону, при наличии договора купли-продажи, передвигаться без страхового полиса водитель может до 10 дней. Правда, как в случае ДТП решаются спорные вопросы, остается неясным. В любом случае, водитель автомобиля настоял на присутствии на месте происшествия сотрудников ГИБДД и высчитает, что рулевой мотоцикл нарушил ПДД, так как двигался левее крайнего левого ряда. Кто виноват в аварии, предстоит решать сотрудникам ДПС.